Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров и о наших с вами взаимоотношениях. Вы знаете, получается, что мы с вами действуем по принципу от каждого по способностям, а каждому по потребностям. Знаете, чей это принцип? Это принцип коммунистического общества. И вам это нравится. Тогда непонятно, чего вам не нравится коммунизм. Мы же его тут уже практически воплотили. Теперь смотрите, что значит от каждого из вас по способностям. Ваши способности должны реализоваться в тот путь, который приведет вас к конечной цели. Для большинства это как минимум попасть в Австралию, а как максимум в ней и остаться. И поэтому мы эти возможности используем. Например, вы замечательный, я не знаю, замечательный профессионал в каком-то деле. Что мы делаем? Мы находим работодателя. Мы находим работодателя, связанным вас с этим работодателем. И уже когда вы приезжаете сюда, имеете возможность работать, разрешение на работу, то есть вы на студенческой визе, соответственно, мы организуем вашу встречу уже физическую. Да вы и сами ее сделаете. Но мы как-то фасилитируем это. То есть сделаем такой экзоскелет для вас, чтобы... Люблю это, кстати, слово. Чтобы ваши усилия были более эффективны. Соответственно, вот ваши сильные стороны, ваш профессионализм позволит вам найти работодателя. А что такое работодателя найти? Практически остаться в Австралии. Ну и, по крайней мере, заработать денег, что тоже дает вам возможность в этой стране остаться. Ведь хорошо, правда? Видите, какой коммунизм хороший у нас получается с вами. Теперь еще о ваших способностях. Предположим, вы умеете что-то делать, что поможет нашему общему делу. Ну и если хотите, агенту Александру Петрову. Давайте это сделаем. Ну кто-то у нас выдающийся специалист в блогерстве, какой-то инстаграммер, какой-то звукорежиссер, например. Федор, это, кстати, я к тебе говорю. Ты же у нас звукорежиссер, ты много чего можешь делать. Ну вот. И, соответственно, вы это делаете, и это вам несложно. Ну, как, не знаю, как несложно мне зайти вон туда в магазин и спросить, есть ли у них рабочие места там в той или иной области. Я тут вот, я мимо меня прохожу, зашел, поговорил. Они меня знают, я уже задолбался этим айфоном, бегая кругом. Вот. Они меня знают, я местный, я свой. Я буржуин, грубо говоря. И в то же время мальчишки большие, что одновременно. Видите, мы же по коммунистическому принципу строим свои отношения. Соответственно, мне это несложно. И если вам несложно это, а мне несложно то, если вы не сделаете это, соответственно, это тоже коммунизм. Мы же денежкой не орудуем. Я вам деньги не получу. Ну и вы мне никогда их не платите ни за что. Вообще никогда мне не платите. Мне платят учебное заведение, если вы становитесь моим студентом. А если нет, значит, вообще ничего я не получаю. Значит, вот. Ну уж ты мне, я тебе в коммунистическом обществе есть. Только без денежек и без эксплуатации человека человеком. Кстати, поэтому я никогда не работаю ни с какими-то посредниками, какими-то субагентами и так далее. Это эксплуатация человеком. У меня свои интересы, у них свои интересы, у вас свои интересы. А я должен служить вашим интересам. И у них интересы противоположные. Они хотят больше денежек, а я хочу больше дела. Потому что это дело продвинет меня, а не их. Поэтому мне нужны только деньги. А мне нужно дело, мне нужен успех, мне нужен ваш успех. И вам он нужен, а им нет, им только деньги. Иногда это может совпадать, ну, крайне редко. Но мы отвлеклись от теми. Итак, отказ по способностям, каждому по потребностям. Ну, а собственно говоря, а что вам еще? Вам надо то, что вам надо. Что вам надо? Иммиграцию? Так мы и будем ее делать. Мы ее и делаем. Мы вместе ее делаем. Я же не просто говорю, вот, Вася Пупкин, тебе паспорт. Береги его. Он ведь с красным знаменем цвета одного. Вообще-то с синим, да? А да, с синим. У нас и флаг синий, и паспорт синий. Как возьмешь ты паспорт, береги его. Он ведь с синим знаменем цвета одного. Вот как, да. Почитайте вообще эти стихи хорошие. Знаете, много чего было в Советском Союзе хорошего, кроме самого Советского Союза и истории его изначального создания. Так вообще все классно было. Ну, были даже моменты исторические, когда было хорошо. Но, но, и каждому по потребностям, что еще можно по этому поводу сказать про ваши потребности? Во-первых, умеривайте их. Потому что, ну, в общем-то, и наркоты захочется, и алкоголя. Даже если они не будут вашему здоровью вредить, это же нехорошо. Это дурман, правильно? Жадность, это дурман, алчность, стремление на ближнем заработать лишний доллар, или вообще заработать. Это же не коммунистический принцип. Поэтому, дорогие друзья, тоже ограничивайте свои потребности. Те, которые у вас нужны, и самое главное, ваша эмиграция, будут удовлетворяться любыми доступными и легальными для меня средствами. И при этом бесплатно для вас, по крайней мере, в отношении меня. Вот это и есть главный принцип наших с вами взаимоотношений. Спасибо.